Что мы знаем о последнем? Давайте мы, чтобы понимать, как бы, с библейской перспективы, давайте откроем Даниила 9 главу 24 стих. Итак, в последние времена мы говорим о такой взгляд, делаем эсхатологический взгляд, церковь и Израиль. Даниила 9 главу мы открываем. Пророк Даниил. Пророк Даниил. И через книгу Откровений мы, конечно, не будем заниматься глобальным исследованием, мы лишь прикоснемся слегка. Окей? Даниил 9 глава. И прочитаем с вами. С 24 стиха давайте прочитаем. Ну или 24 вот даже стих. 77-мин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатлены были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. 25-й тоже весьма интересный стих. Итак, знай, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. А 26-й стих вообще бомба. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос. И не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Вообще, конечно, когда читаешь пророчество Ветхого Завета, да, это что-то уникальное, уже вот когда ретроспективы мы делаем из сегодняшнего дня, события, которые произошли, конечно, это очень впечатляет. Как не знаю, вас, меня, по крайней мере, это весьма впечатляет. Безусловно, это очень мощно, это лишь подтверждает нам реальность Божьего Слова, Божьего пророческого Слова. Так вот, здесь, конечно же, говорится о последних, здесь целые события говорятся, и, безусловно, о последних днях также здесь говорится. Например, буквально в 24 стихе «И помазан был святой святых». То есть здесь говорится о последних днях. Тут затрагивается, мы с вами затронули и еще промежуток времени, да, мы затронули с вами 70-й год разрушения Иерусалима, безусловно. Я имею в виду наши эры, мы затронули и прочитали распятие Христа, это все входит. Потом период церкви, это достаточно большой период времени, как мы видим, как минимум 2000 лет он идет. В этом периоде это и рассеяние народа израильского, да, и в то же время и в этом же периоде произойдет восстановление государства Израиля, Исаия 62 глава, да. Это пророчество, то есть целый ряд событий, конечно же, еще пророческих происходит, но, тем не менее, вот последняя седьмина, она идет на последнее время, то есть через перерыв времени церкви, то есть огромный перерыв. И потом последняя седьмина, и то, что мы читаем в книге «Откровения», мы соединяем с книгой Даниила. Я понимаю, что это достаточно глубоко нужно делать исследование, и я лишь навскидку это делаю, но в любом случае, то есть когда мы говорим о последнем времени, мы должны понимать, что вот последнее время, оно ознаменуется тем, что церковь будет что? Восхищенно. То есть как это будет, вот это только мы можем представлять, догадываться, воображать себе, как в фильмах ли показывают христианских, когда возносится, или как-то еще, но каким-то образом это произойдет. Вот, и начнется такое время очень непонятное, или даже может быть страшное время. И я дам вам всем, вот на последнюю седьмину, что выпадает, я прочитаю вам, а? Семь лет. Несколько таких вот составляющих совсем последнего времени, перед тем, как Иисус придет со святыми своими, с церковью своей, со святыми своими судить народы. И куда, самое главное, Он придет. Это очень интересно. Итак, признаки, не то что признаки, а события совсем последних времен, именно события, понимаете, когда мы говорим последние времена, чтобы мы тут не запутались. С одной стороны, мы говорим последнее время, это восхищение церковь, церкви, но я говорю о дальнейших событиях, именно приход, предшествующие события, да, да, предшествующие приходу, все правильно, да. Итак, первое, ну, смотрите, смотрите, вот такой момент, первый пункт, это скорбь. И, конечно же, есть два целых взгляда, да, церковь будет вознесена перед скорбью, посередине скорби или пройдет всю скорбь. То есть, вот этот аспект мы сейчас с вами не затрагиваем, просто есть три взгляда, как вам нравится, так и верьте. Нравится вам до скорби, верьте до скорби, нравится посередине скорби, нравится вам после скорби, как угодно. То есть три взгляда. Все, меня не спрашивайте, я по-своему верю. У меня четвертый взгляд. Я шучу, я в одной из трех. Или до периода, или во время, или после. Три взгляда. Но в любом случае, вот события, составляющие перед вторым пришествием, да, это скорбь. Раз. Второе, это... А? Скорбь продолжается, да? Второе, это правление такой антихристианской системы, или всемирное правление антихристианской системы. Антихристианской системы. Это третье будет антихрист. Именно. То есть мы пишем, первое, события или такие вот проявления, предшествующие возвращению Христа. Первое, мы сказали, скорбь. Второе, это установится всемирная антихристианская система. Система. Это, скажем, уже можно наблюдать, честно говоря. Это система, которая радикально встающая против Бога. Такого в истории не было, чтобы настолько система, мировая система объединилась вот в бунтовстве против Бога. Даже вроде бы как христианские какие-то ценности там есть в этой системе, но они попирают реально христианские ценности, да? То есть можно уже, те, кто верит, что, например, после скорби или в середине скорби, уже может, как бы сказать, что мы уже живем в этом времени. То есть можно так сказать. Третье, вот антихрист непосредственно, это совсем яркий момент. Антихрист встает во главе этой системы, да? То есть он явно проявляется. Дело в том, что вот этот вопрос, церковь будет восхищена до Антихриста или во время Антихриста, здесь такой момент. С одной стороны, удерживает, да, приход Антихриста церковь. Есть такое мнение, то есть такая целая доктрина. С другой стороны, как бы кто-то верит, есть взгляд, что Антихрист проявится, и тогда церковь вознесется. И так, и так можно верить, по крайней мере, увидим, как это будет точно, мы увидим. То есть мы можем философствовать на эту тему, аргументы есть и в пользу той стороны, и в пользу той стороны однозначно, но как это будет остаточно, мы все увидим. Четвертая составляющая, и это тоже мы, кстати, видим, когда народы будут объединяться во враждебном отношении к Израилю. Нации или народы будут объединяться во враждебном отношении к Израилю. И в конечном итоге Израиль будет атакован народами. Это четвертая составляющая, когда народы будут объединяться во враждебном отношении к Израилю. И атакуют его. Пятое. Чаша гнева будет излита на мир. Чаша гнева будет излита на мир и творение. Ну, в Откровении мы об этом читаем. Шестое. Иисус вернется и победит Антихриста, и произведет суд над народами. Шестое. Иисус вернется и победит Антихриста, конечно же, и произведет суд над народами. Иисус вернется и победит Антихриста, конечно же, и произведет суд над народами. И, как следствие, будет установлено тысячелетнее царство. И Иисус будет править на всей земле, как Мессия. И это, конечно же, будет в Иерусалиме. Безусловно, есть взгляд, один из богословских взглядов по этому поводу, что это все говорится о духовном, да, и духовный Иерусалим, и храмы, храм Духа Святого. То есть в этом есть определенная логика, но также есть серьезный взгляд, и я как раз таки верю именно так, что это будет физическое действие. Ну, на земле здесь. То есть это будет физически проявлено. То есть это царство, и кто-то считает, что уже тысячелетнее царство есть, есть направление в богословии, что мы уже в тысячелетнем царстве. То есть Христос царствует, как бы идея, да, Христос царствует в нас. Но как бы это лишь одна из концепций, одна из пониманий. Итак, из вышеперечисленного мы должны уверить одну важную вещь, что вот эти события, о которых мы говорим, они могут быть параллельны. Они могут идти как вместе все. Или же поочередно мы можем думать, или так представлять, но какие-то они могут пересекаться. Например, когда система мира противостает Богу, то есть такая антихристианская система мира утверждается, с одной стороны, и тут же параллельно может быть плохое отношение к Израилю, или враждебное отношение к Израилю. То есть это параллельно может быть. Сегодня, по крайней мере, мы видим этого. И я думаю, что если церковь будет забрана до скорби, то сегодня то, что мы видим, это лишь цветочки. Потому что церковь молится и удерживает это. Если церковь восхитится до великой скорби, то что тогда произойдет на земле? Тогда эта система, она восторжествует, грубо говоря, антихристом проявится, и Израилю будет очень сложно. Если сегодня церковь, в сегодняшнем дне молится за Израиль, благословляет, Господь говорит, воюй за Израиль, то есть мы ходатайствуем за Израиль, а церковь вознесется, что же будет? Тогда вдруг все нормальные, как бы нормальные люди, они однозначно скажут, что Израиль – это угроза для всего человечества, и попытаются уничтожить Израиль. И, конечно же, благая весть в том, что у них ничего не получится. Потому что Христос придет. Аминь. Как вам такая концепция? Аллилуйя. Слава Богу, наши победят. Да, в конечном итоге наши победят. То есть, безусловно, это эсхатологический такой взгляд. То есть, видите, это как бы параллельно идет. С одной стороны, и церковь занимается своим делом, но с Израилем что-то происходит. Дело в том, что все началось... Почему Израиль? Да, вот обратно. Мы еще придем к тысячелетнему царству, так два слова мы скажем. Но возникает иногда вопрос такого среднестатистического христианина, который послушал бы меня сейчас и сказал, так что ж такое с этим Израилем? Ну, чего Израиль? Ну, чего... В конце концов, мы можем просто спасать евреев и здесь, как бы, и молиться о них. Дело нам нет до того Израиля. Но Господь тут говорит о земле так же. Это тоже очень важный аспект. Почему мы, как церковь сегодня, мы не должны, извините за грубость, отмораживаться от Израиля там. Мы должны молиться за Израиль, и за евреев, которые здесь, и за Израиль, которые там. Мы продолжаем молиться о мире Иерусалима. Потому что некоторые христиане говорят, ну, какая уже разница, что там будет. Все равно, если они не примут Иисуса, типа, будет то же самое, как и со всеми остальными, там, украинцами, русскими, которые не примут Иисуса. То есть, какая разница? Надо просто проповедовать Евангелие. Не-не-не-не. В Израиле все началось. В Израиле все закончится. Моисей, когда он пишет, ну, мы верим, что Моисей писал, да, историю сотворения, что человек потерял это. Когда Моисей это все описывает, это потом путь Авраама, почему-то именно туда, в Ханаанскую землю. Когда Моисей это описывает, он, с одной стороны, возможно, дает, как бы, такую историческую подоплеку или своего рода как аргумент, почему нам надо идти из Египта туда, в землю обитованную, почему Бог Аврааму дал обещание об этой земле. Это как мысль, что, возможно, как бы в этом евреи должны были увидеть предназначение, что именно на этой земле, почему именно та земля, почему не на берегах Днепра или на берегах черного, я имею в виду черного нашего, не черного, а черного здесь, моря, да, земля, почему именно там? Может быть, потому что, этот самый, все началось именно там. Не просто так первосвященник, Мелхиседек, он был именно там. Я думаю, что случайностей вообще у Бога не бывает. И иногда нужно чуть-чуть больше нам с помощью Духа Святого видеть в этих образах, которые мы читаем в Писании. Это не просто так записано и оставлено нам. Все не просто так. Там все началось. И там все закончится. Аминь. Слава Богу. Эдемский сад. Я говорю про Эдемский сад. Я даю как мысль предположительную. Эдемский сад. Никакой не Ирак. Нет, там просто первая цивилизация. Именно ученые считают так, что вот как-то так странно не считают, что первый человек в Африке, но первая цивилизация в современной территории современного Ирака. Там между речью Тигра и Ефрата, если карту примерно вы это самую, вот считается там первая цивилизация. То есть, а? Да. Считается, что... Ну вот шумеры, например. Первая цивилизация, шумерская цивилизация. Высокоразвитая цивилизация. Сторонники Писания или ученые, библейские ученые, они говорят, да, 100% совпадает. Потому что, если предположить, что там был Эдемский сад, предположить, вот откуда взялась идея, что там Эдемский сад. Потому что первая цивилизация там была. Да. Но потом богословы еще больше стали копать, копать, копать и изучать реки, которые географию, библейскую географию говорят. На сегодняшний день, например, один из авторитетнейших исследователей Ветхого Завета. Хотел быстро сказать. Ладно, вспомню, скажу. И многие его поддерживают, исследователи в этом вопросе, что Ирак и первая цивилизация там. Почему? Потому что они вышли туда, на восток. Если на восток пойти, то да, как бы сад, он здесь. Здесь они ушли на восток, и они там осели, может быть. И потом они туда, конечно же, и возвращались, если говорить о потопе, о Новом Ковчеге. То есть как бы все совпадает. Просто за границей у ученых-исследователей есть понятие допотопной цивилизации. У нас, мы наследники все равно советской историографии, советской периодики. У нас понятие до ледникового периода и после ледникового периода. У них там тоже есть понятие до ледникового периода и после ледникового периода. Но у них также есть понятие допотопная цивилизация и послепотопная цивилизация. Совершенно серьезно. То есть это не христианские учебные заведения. То есть в их понимании, ментальности есть эти понятия. Вот и все. Поэтому возвращаемся к тому, с чего мы начали. Что скорее всего там был адемский сад, там Бог сотворил. Потому что первые две главы мы читаем, как вот замысел Божий. Или вот Божья воля там. Вот оно, благословение Божье. Вот что Господь дает человеку. Это близкое общение. Там все началось и там все закончится. Аминь. Поэтому туда израильский народ возвращается. Поэтому эту землю Аврааму Бог дает. Поэтому там был Мелхиседок. Как бы раввины не предполагали, что это... Кто? Сим? Сим, да? Так говорят раввины, что это был Сим? Сын Ноя. Не знаете? Ну вот, я вам тогда... Я больше тогда раввинов читаю, чем вы. Может быть и хорошо, а то еще и этими иудеями станете. Ну да. Как бы они ни говорили, все равно мы воспринимаем это как минимум образ Христа, или там прообраз Христа. Как максимум, что возможно это был сам он. Не знаем, как... Есть такой термин воплощение. Да? До воплощения. До воплощения. Ну, не важно, как это было. То есть все это именно там. И евреи туда возвращаются. И такая борьба за эту землю идет. Иногда, мне кажется, дьявол больше понимает, чем христиане этот вопрос. И как даже некоторые евреи, они не так понимают этот вопрос. Ну, светские евреи, они не все понимают вопрос важности земли и государства Израиля. Потому что такая претензия мусульман на эту землю, какая-то параноидальная претензия. Ну, просто, ну, непонятная претензия. Они, например, если палестинцы граждане Израиля, с одной стороны, но с другой стороны говорят, независимое государство, хорошо, не будете гражданами Израиля. Нет, не хотим не быть гражданами Израиля. И весь мир сейчас, раньше хоть Америка нормально поддерживала Израиль, а сейчас их политика странновато. Но все равно поддерживают. Еще, слава богу, совсем не отказались. Кто откажется, так вообще пойдет Америка. Как-то так. Но все вокруг там, вокруг земли, возня. Почему? Потому что Иисус туда придет. Дьявол не хочет этого. Даже говорю, дьявол иногда больше верит, чем христиане в это дело. Поэтому все там началось, все там и закончится. И тысячелетнее царство будет однозначно там, если мы верим в прямом, в смысле слова, в физическое правление, то это будет все там. И однозначно Израиль будет восстановлен как нация и будет совершить свое священническое служение. Ну, как христианин, я не могу не сказать. Вместе с церковью. То есть, как-то вот это будет вместе. Давайте откроем местописание. В тысячелетнем царстве, я имею в виду, что произойдет в тысячелетнем царстве с Израилем и церковью? То есть, все дети Божьи мы. И Исайя 4 глава, 3 стих. Исайя 4 глава, 3 стих. Богословы считают, что это говорится именно об этом времени, о тысячелетнем царстве. Исайя 4 глава, 3 стих. И ныне жители Иерусалима и мужи... Так, 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 4 глава, извините, я читаю 5 главу. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Исайя 61 глава, 6 стих. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. Иезекииль 36 глава, 27-28. Иезекииль 36 глава. 27-28. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. И будете моим народом, и я буду вашим Богом. Это говорится к еврейскому народу. Это говорится об Израиле. Это говорится о том, что они многие, не только столетия, даже тысячелетия не видели. Это придет. Это еще то, что исполнится. Аминь. Слава Богу. И как итог, как мы сказали, в тысячелетнем царстве, конечно, кульминацией всего это царствование Иисуса Христа, то есть Царя и Мессии. Давайте прочитаем по этому поводу вторую книгу царств, 23 главу. Вторая книга царств. 23 глава. Прочитаем. Со второго стиха. Со второго стиха будем читать. Давайте, знаете, с первого прочитаем. Вот последние слова Давида. Из речения Давида, сына Исеева, из речения мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева, из сладкого певца Израилева. Двоеточие. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. Опять же, Богослово считает, что это пророчество о Иисусе Христе, то есть о царе. И, конечно же, Иезекииль, откроем 37 главу. Иезекииль, 37 глава. Иезекииль, 37 глава, с 22-го прочитаем по 24-й, например, стих. Иезекииль, 37, с 22-го по 24-й стихи. На этой земле, на горах Израиля я сделаю их одним народом и один царь будет царем у всех их и не будут более двумя народами и уже не будут вперед разделяться на два царства и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили и очищу их и будут моим народом и я буду их богом. А раб мой Давид будет... Это Иезекииль. То есть, понимаете, это не вторая книга царств. Это уже совсем другое время. Это уже Давид умер. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их и они будут ходить в заповедях моих и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. Даже 25-й прочитать, потрясающий стих. И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, это однозначно мы можем видеть вот в таких пророческих высказываниях, молитвах, псалмах, как есть пророчество об Иисусе Христе. И также и здесь мы... Вот здесь, как пророк Иезекииль однозначно говорит о утверждении, утвержденном царствовании Мессии в этом тысячелетнем царстве. Это, конечно же, говорится о Господе Иисусе Христе. То есть, поэтому и церковь сегодняшняя, и еврейский народ в конечном итоге не только в духе из двух один народ мы сказали, но и мы увидим это, как это объединение произойдет в полном смысле этого слова в тысячелетнем царстве. Аллилуйя! Аминь! Вопросы! Несколько минут на вопросы и будет у вас перемена. А по-моему, еврит сегодня, нет? Да, как раз есть время на вопросы. Вопросов нема, все понятно? Даже мне непонятно, как это, ну, я имею в виду во всей полноте, как это все будет. я имею в виду последнее время. А вы можете все рассказать? А? Не, я же совершенно спокойно, если я не понимаю, я скажу, я этого не понимаю, как это будет, или не знаю. То, что понимаю, поделюсь, то, что не понимаю, не поделюсь. А можно вопрос? Можно. слегка. Интересный вопрос. Ну, опять же, скажу так. Кто-то верит, что они будут царствовать над другими народами. кто-то верит, что они будут просто среди других народов, как пример, вот как Израиль был, вот во время Ветхого Завета, как Израиль был среди языческих народов, и по идее, как бы примером он должен был быть, да, вот знаний живого Бога. Вот кто-то думает, что примерно так и язычник, и верующий, вот как церковь, скажем так, просто понятие церковь, в тысячелетнем царстве оно как бы мы сместим понятие это на вот верующие в Иисуса Христа, да, то есть вот они как живут среди народов и являются примером поклонения. То есть если хотите царствовать, можете верить, что церковь будет царствовать над другими народами. А если вы гуманист, то тогда верьте так, что мы будем просто среди других народов и как пример поклонения Господу вдохновлять идти там в Иерусалим на поклонение и так дальше. после тысячелетнего царства происходит полное суд, да, нет, окончательное все вот после тысячелетнего царства, потому что еще дьявол будет выпущен, да, и какое-то количество людей даже отвернется от Бога, то есть подастся его обольщению, так по крайней мере нам говорит книга Откровения, и как-то вот потом опять им всем это очень сложно на самом деле, мы можем сейчас предполагать и размышлять, говорить, но до конца понять очень тяжело, то есть это же как будет, вот как, например, смотрите, дело в том, что евреи, они читали Тору, они читали пророков, пришел Мессия, и они не поняли, ну я имею ввиду именно такие книжники, законоучителя, они распяли его по слову пророческому, это же уникальная ситуация, понимаете, как мы можем читать то, что будет, и думать, что мы все понимаем, и когда это приходит, нет, а чего, они же знали, что это не он, то есть они так были научены, так что у них как раз пониманием все было правильно, у них логика была правильная, как бы с их точки зрения, ну логика Павла, как бы, Павел это уже верующий, это мессианский еврей, можно так сказать, а у евреев логика и учение было совсем другое о мессии, как сегодня 53 главу вы знаете, как толкует евреи, ну как, ну а когда не пропускают, как они ее, она же есть там, и определенно, кто-то читая, он наверное приходит к Равину и говорит, слушайте, ну вот, тут мне друг христианин сказал, что вот это 53 глава, я так прикинул, фильм посмотрел, точно, сходится, а как Равин ему объяснит это, а, нет, 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 он очень логично это объяснит, он скажет, ты что, какой Иисус Христос, это вот придумали вот эти все, это о нашем народе, почитай внимательно, это глава страдания нашего народа, более того, когда мне это объяснили, я вот с этой перспективы стал читать, что это глава страдания израильского народа, все сходится, да, просто мы как, знаете, просвещены, Дух Святой открыл нам это, а когда человек, он не обращен к Иисусу, даже самый он хороший еврей, но в любом случае, если Дух Святой не откроет, ну как, ну кто откроет? Отчасти это истина, да, да, отчасти это истина, отчасти это абсолютно истина, да, да, ну я к тому, что вот как они, читая, по-своему видят определенные вещи, то же самое и мы сегодня можем только предполагать, как это будет в будущем, я возвращаюсь к тысячелетнему царству, Павел так говорит, да, Павел так говорит, что сейчас, да, время язычников, потом время язычников закончится, и вот все восстановится, как бы на круги свои все вернется, Израиль наконец-то поймет, что это Иисус, Аллилуйя, Аминь, и все будет хорошо, то есть, но мы видим вообще восстановление, да, исполнение его слова, то есть, все придет в полный порядок, да, то есть, Бог, он, поэтому я сказал, что когда мы сегодняшнем дне смотрим, как церковь, мы должны понимать, что Бог, он верен вечному обещанию и вечным заветам с Израилем, он справедливый и он верный, то есть, однозначно, и он любит, у него любовный роман с Израилем, точка, то есть, у него серьезные отношения с еврейским народом, и как бы в этом, то есть, у нас просто должно быть понимание, что вот полнота Божьей воли, она вот она, и это церковь и Израиль, мы разъединяем зачастую эти вещи, но мы должны понимать, что это вот так, и это вот, мы в одном направлении вообще идем, как бы. церковь будет восхищена, ну, церковь, повторяюсь, это кто церковь? Это верующие в Иисуса Христа и евреи, и не евреи, да, это вот новые творения, вот они будут восхищены, а Израиль будет играть вот эту ключевую роль в последние времена. Понимаете, Бог, 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 он действует, исходя из своей воли, исходя из своего плана, совершенно верно, у Бога есть план, Бог, он вне времени, это мы во времени, для нас это долго или недолго, то есть, для него он, он все во всем, да, то есть, это он нас поместил во время, Бог, он вне времени, и у Бога есть замысел, у Бога есть план, и как бы мы не открещивались от предопределения, оно есть, но я не говорю о вопросе, как бы вот, из пресвитериани, да, верят в предопределение в вопросе спасения, но сам факт Божьего предопределения, он есть. Павел однозначно об этом говорит. Авраам, Исаак, Иаков возлюбил, Исаава возненавидел. То есть мы видим вот этот путь предопределения, однозначно. То есть Бог, он исполняет свой замысел, для исполнения своего замысла он создал народ, еврейский народ, и он продолжает играть замысел. Это не вопрос марионеток Бога. Это решение человека встать в исполнение Божьего плана, однозначно. Но Бога есть план, и он не заканчивается, этот план, когда будет вознесена церковь. То есть у него есть целый план, и это записано здесь. Центральная идея этого плана – это искупление человека. Это центральная мысль, это стержень, и красная нить искупления, она от 3.15 бытия до последних глав Библии. Это центральная мысль, центральная нить искупления. Во всех главах, во всем, во всем Писании мы видим Иисуса Христа. Мы видим нить искупления, однозначно. Это центральный замысел, это как бы стержень этого замысла Господа. Аминь. И для этого исполнения есть израильский народ, который он сотворил, и церковь, в эре церкви Иисус говорит, «Я создам церковь мою, брата, да не одолеют ее». И Павел, он из двух создал новый народ. То есть и Бог, он делает свой план, или церковь исполняет Божий план, как и Израиль, в свою очередь, он является исполнителем Божьего плана. И придет момент, когда однозначно Израиль, он во всей полноте исполнит Божий план. То есть это как бы две параллельные жизни, но тем не менее это одно исполнение Божьего плана. Церковь будет вознесена, Израиль не будет вознесен. Израилю нужно сыграть еще свой окончательный аккорд. И вот когда это произойдет, все эти народы, они рухнут возле Израиля. Тогда торжество, вот эти вот пророческие слова, они исполнятся. То, что мы читали. Исайя, Иезекииль, Даниила, где помазан будет помазанник святой святых. Иисус, Он как приходил первый раз в Израиль, к евреям. Он так и вернется туда, как царь. На ту же самую гору, откуда вознесся, да? Помните, вот интересный момент, что женщина-хананиянка, да? Так или как там, в разных Евангелиях по-разному ее называют. Женщина-язычница идет в странах тирских и седонских. Вот Иисус с учениками, Он туда пошел, в страны тирские и седонские, может быть, отдохнуть, так сказать, от трудов в служении, мой свободный перевод. И там женщина, серафинянка или хананиянка, она идет за ним и кричит. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Дочь моя жестоко там страдает или беснуется в другом Евангелии. А он молчит, не реагирует на нее. Ученики говорят ему, господи, ну достало уже, да, что-то скажи ей как-то, ну, или помоги, или что, отпусти ее. А он говорит, что он сказал, кстати, там? Не помните? Он говорит, я послан прежде к овцам дома Израилева. Да, когда она к нему кричала, Иисус, Сын Давидов, он не реагировал. Это, как сказать, это выражение, это титул. То есть она обращалась к нему, как назвала, это титул Мессии фактически. Сын Давидов, это титул Мессии на самом деле. И вот другие тоже называли, но евреи называли. Например, Вартимей, он тоже кричал, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус сразу отреагировал на него. Вартимей еврей, а та женщина, она не еврейка. И он объясняет, это логика, это логично очень. Спасение от иудеев. И он не реагирует, но потом, когда она к нему кричит, Господи, помилуй меня, она падает на колени перед ним. И это уникальность того, что она, язычница, обращается к нему Яхве. Я именно не Адонай, Господи, да? А Яхве, Бог завета, Бог близких отношений. И он реагирует на это и говорит, велика вера твоя. Он удивляется вере двух людей, да? Сотник и эта язычница, и тот, и тот язычники. И он подчеркивает это. И в Израиле не нашел такой веры, говорит он о сотнике. Здесь он говорит, велика вера твоя. Ну, не в каждом Евангелии это просматривается, но велика вера твоя. То есть, вот интересный момент, что он таки тогда пришел именно в первично для Израильского дома. Он об этом говорит, он подчеркивает это. А вот церковь уже идет, или ученики, верующие в него, он им сказал, идите и научите все народы. Но точно так, как он первый раз пришел туда, он так и второй раз придет туда. Расскажет, такие это я. Аллилуйя. И как-то это все будет вот, ну, хэппи-энд однозначный. То есть, аминь. И давайте на этой хэппи-эндной нотке закончим, и у вас будет перерыв, и потом у вас будет еврит. Учите, господа, еврит. Субтитры создавал DimaTorzok